Всем большой привет, мои дорогие! С вами снова Таня и сегодня я буду вместе с вами тестировать, наверное, самый популярный, очень нашумевший корейский тональный крем. И, конечно же, я сейчас говорю о тональном креме Collagen от бренда Enough. Этот тональный крем любит просто огромное количество визажистов. И сегодня я устрою ему тест-драйв, посмотрим с вами, как он ложится на кожу, как он наносится и как он ведет себя в течение дня. Я целый день буду ходить с ним на коже и вечером вернусь к вам, покажу, что на лице от него осталось. Этот тон представлен тремя оттенками, 13-м, 21-м и 23-м, 13-й самый светлый, 23-й самый темный. Я выбрала себе 21-й оттенок. У меня сейчас на лице есть загар, так как я недавно вернулась с кубы, и загар еще с меня до конца не смылся. Я надеюсь, что 21-й оттенок мне хорошо подойдет. Как вы можете видеть, то он упакован в коробочку. Я еще ни разу его не пробовала. Сегодня буду первый раз пробовать вместе с вами. И, конечно, первое, что бросается в глаза, это огромный объем баночки. Здесь целых 100 мл тонального крема. 100 мл. Это, конечно, очень много. Хватит его, мне кажется, просто на вечность. И еще у этого тонального крема достаточно низкая цена. Он стоит где-то 550-700 рублей в зависимости от магазина, где его вы будете заказывать, и от скидок, которые есть в этом магазине. То есть цена прям такая очень-очень бюджетная, особенно учитывая объем этого тона. Однако многие визажисты его очень хвалят, очень любят и говорят, что этот тон гораздо круче многих люксовых средств. Ну, сегодня мы, в общем-то, с вами это и проверим. Подсела к вам поближе, одела ободок, чтобы не испачкать волосы. У меня сейчас на лице нет никакого макияжа, кроме макияжа глаз. И на кожу я нанесла свой ежедневный утренний уход. И теперь без всяких баз, без всяких праймеров давайте будем наносить тональный крем. Здесь вот помпа. Это очень удобно. Я люблю, когда тональный крем с помпой. Так, вот, получилось, наконец, его добыть. У него такая достаточно тягучая консистенция. У меня сейчас много что есть, в принципе, маскировать на лице. У меня тут есть следы от прыщиков, потому что меня очень сильно обсыпало в самолете, точнее, после самолета. У меня есть вот тут веснушки на носу. Поэтому, в принципе, тональному крему есть сейчас над чем поработать. Ммм, он, кстати, приятненько пахнет, знаете, чем? Жасминовым чаем. Вот, что-то типа такого, какой-то такой жасминовый аромат. На левую часть лица буду наносить спонжиком, а на правую будем наносить кисточкой. Почему этот тон называется коллаген? Потому что в его составе как раз-таки присутствует коллаген. А коллаген это очень хороший ухаживающий компонент, который отвечает за упругость нашей кожи, за разглаживание морщин, за предотвращение новых морщинок. И также в составе этого тона заявлены еще гиалуроновая кислота и экстракт центелла. То есть, по идее, он должен еще за кожей и ухаживать. И производитель говорит о том, что этот тон должен подходить всем типам кожи. Вот так выглядит тон, нанесенный тоненьким слоем влажным спонжем. Мне сейчас покрытие очень нравится. Оно такое достаточно легенькое, просвечивающее. Я прекрасно вижу свои вот тут красные пятнышки. Но в целом тон кожи стал более ровным. И появилось такое сияние кожи изнутри. Мне кажется, кожа выглядит такой более холеной, что ли, более ухоженной. Давайте будем наслаивать. Потому что мне хочется все-таки немножко побольше перекрыть нюансы, которые есть на коже. Попробуем наслоить. Еще немножко добавлю продукта. И опять же, влажным спонжиком буду наносить. Наносится очень легко спонжем. Быстро, красиво растушевываются границы. Не нужно вообще никаких усилий прилагать. Он не засыхает моментально. Так что его потом не растушуешь. Он очень такой пластичный. Давайте теперь будем наносить на правую щечку с помощью кисточки. А на лоб уже посмотрим, чем будем наносить. Тем, какой способ мне больше понравится кисть или спонжик. Кистью покрытие должно быть более плотным. Я думаю, что здесь нам хватит одного слоя. Как и ожидалось, кистью покрытие получилось более плотным. Но мне больше понравилось нанесение спонжем. На мой взгляд, спонжем наносится быстрее. И получается покрытие более натуральным, чем кистью. Для этого тона мне гораздо больше нравится спонж. Поэтому на лоб буду наносить также с помощью спонжика. Немножко пальчиком здесь вот добавлю на переносицу тона, где у меня много-много веснушек вылезло от солнышка. Чтобы эти веснушки немножко замаскировать и выровнять здесь тоны. Сделать здесь покрытие поплотнее. Пальчиком ложится тоже хорошо и ровненько. Но пока впечатление от тонального очень приятное. Мне очень нравится запах. Очень приятный жасминовый такой легкий аромат. Классный. Нераздражающий. Знаете, бывает такой жасмин, от которого аж прям глаза слезятся. Здесь нет, здесь не такой. Здесь такой прям нежненький жасминчик. Ну вот прям как зеленый жасминовый чаек. Ну да, спонжиком прям быстренько-быстренько получается. Тон мне все-таки, наверное, немножечко светловат. Хотя шея у меня бледнее, чем лицо. Но, может быть, можно было даже под загар брать 23-й тон. Но, в принципе, загар это вещь такая недолговечная. В принципе, все. Нанесение тона закончено. Теперь я давайте закончу макияж. Вернусь к вам обсудим, что же получилось. Я накрасила за кадром брови и губы. А макияж лица сейчас буду заканчивать вместе с вами. Прошло где-то, ну, наверное, минут 5, пока я красила брови и губы. И тональный крем все еще не до конца засох на лице. То есть он не фиксируется. Нет такого, знаете, пудрового ощущения, когда он подсыхает. Он все равно остается на лице таким слегка-слегка липковатым. То есть его надо обязательно зафиксировать будет пудрой. Иначе ничего хорошего из этого не выйдет. Поэтому сейчас мы будем его фиксировать рассыпчатой пудрой от Эвелин банановой. И уже после того, как я зафиксирую его пудрой, уже тогда будем наносить румяна. Потому что сейчас лицо такое немножко липковатое. И если сейчас наносить прям сразу сверху румяна, то я боюсь, что они лягут некрасивыми пятнами. Теперь добавлю немножечко румяна. Прям хочется добавить немножко бронзера на щечки. Прям чуть-чуть совсем добавлю. Ну вот, в принципе, и все. Макияж готов. Что могу сказать сейчас, когда тон вот только-только нанесен? Мне очень нравится, как выглядит покрытие. Оно такое натуральное, естественное. Кожа выглядит очень красивой, такой холеной, ухоженной. При этом тон не виден на лице, он не смотрится штукатуркой. Он такой полупрозрачный. Но при этом красиво выравнивает. Но все-таки кожа просвечивает. И получается, знаете, эффект вот этот, так называемый, как своя кожа, только лучше. То есть сейчас все смотрится красиво. Посмотрим, как это все будет держаться в течение дня. Если он еще и продержится хорошо в течение дня, то тогда вообще будет супер. Тогда я прям присоединюсь ко всем хвалебным одам по поводу этого тона. И, кстати, еще хотела отметить такой моментик. У меня вот здесь над губой есть достаточно сильные шелушения. И тон их не подчеркнул. То есть вот они как были, так они и есть. Более выделенными, более подчеркнутыми. После нанесения тона они не стали. В общем, девчонки, пока я очень довольна тем, что на моем лице. Пишите, как вам, как смотрится. Мне кажется, очень красиво. И я к вам вернусь теперь в конце дня. Посмотрим, что у меня на лице от всего этого великолепия останется. Ну что, у меня настал вечер. Прошло где-то 7 часов с момента нанесения. И давайте подводить итог по тональному крему коллаген. Посмотрим, что же осталось на лице. Конечно, появился блеск в Т-зоне. Появился он где-то спустя 3 часа. То есть нет, в принципе, какого-то супер критичного жирного блеска. В целом лицо не похоже на жирный масляный блинчик. Но все-таки жирный блеск присутствует. Меня расстроило то, что этот тон достаточно сильно провалился в поры и подчеркнул их. Поначалу, сразу после нанесения, такого эффекта не было. Но со временем появилось. И вот тут вот, где у меня расширенные поры на щеках. Камера, конечно, вряд ли это передаст. Но поверьте мне на слово, в поры он провалился и прям вот подчеркнул их. На более сухих участках кожи, по периферии лица, он сохранился гораздо лучше. Тут ничего не подчеркнуто. Все выглядит достойно, лежит хорошо. Давайте подводить итог. Я пока тут в течение дня промониторила отзывы на этот тон. И, исходя из отзывов, стало понятно, что его любят те, у кого сухая кожа лица. У меня кожа комбинированная, склонная к жирности. И поэтому, конечно, я этому тональному крему не могу поставить пятерку. Все-таки мне не нравится, когда тональные средства подчеркивают поры. Но и как-то сильно ругать я его тоже не могу, потому что в целом он мне понравился. Он очень приятно пахнет. У него очень приятная консистенция, которая легко распределяется по коже. Он подстраивается под оттенок лица. Он не подчеркивает совершенно никакую сухость, никакие шелушения. И очень комфортно чувствуется на коже. Он такой, знаете, увлажняющий. И лицу с ним по-настоящему комфортно в течение дня. Но для жирных участков кожи это, конечно, не самый лучший вариант. Особенно для лета. Сейчас жарко. Из-за этого все, конечно, еще активнее жирнится, еще активнее плывет. Я думаю, что я с удовольствием буду этим тоном пользоваться зимой. Вот в морозы, наверное, он мне зайдет просто идеально. И, конечно, я бы его порекомендовала тем, у кого сухая кожа лица. Я думаю, что вы его оцените 100%, учитывая, как красиво он подсвечивает лицо. Что он совершенно не выделяет никакие шелушинки, никакую сухость. И, кстати, еще важный момент. Он совершенно не закатывается в морщинки, не подчеркивает какие-то мимические морщинки. Что тоже здорово для возрастной кожи, для сухой кожи. Я думаю, что он зайдет отлично. В общем, такое мнение у меня сложилось об этом нашумевшем тональном креме коллаген. Если вы его пробовали, делитесь обязательно вашим отзывом в комментариях. Мне будет очень интересно почитать. Да и другим подписчикам тоже. И я хочу сказать вам спасибо большое за то, что вы посмотрели это видео до конца. Привели эти минутки со мной. Если оно вам понравилось, поддержите меня, пожалуйста, вашим лайком, пальчиком вверх. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые ролики. С вами была Таня. Я вас всех целую. Обнимаю. Пока-пока. До встречи в новых видео.